что тут такое charlin волос всем привет так я уже на работе смотрите какая у меня тут красота сейчас у меня кстати телефон надо взять был мужик один мы подстригался ко мне всегда ходит он немец вот германии он не все время говорится какой части но я не помню так где холодно даст поговорить с людьми даст поговорить с людьми или нет вот и что-то мы с ним разговорились а он едет в германию он раз в год или два раза вот у него там мама старенькая макияж мне не лопай все дать с людьми поговорить и мы с ним что-то разговорились он говорит а ты где рождество будешь я дома говорю куда мне еще ну может быть на себе там на родину съездишь я города я только приехала вот и что-то мы начали говорить вообще в германии наверное и в москве но может быть климат почти одинаковый ну может не знаю насколько вот он мне говорил почти все одинаковая я вот вспомнила что вы хочу вам сказать рассказать как бы свои наблюдения плюсы минуса да как можно сказать так россия испании что ли но это не совсем плюс и минус и потому Почему? Потому что разные страны, разный климат, разные, ну, всё разные люди, всё разные. Поэтому... Клиент проходил. Вот, поэтому это не какие-то минусы, а какие-то, наверное, больше, что мне нравится, что не нравится. Потому что как можно сказать там минус, когда это нифига не минус. Страны разные, всё разные, климат разный, всё разное. Поэтому, что мне более-менее не понравилось или понравилось, скажем так. Вот, например, мне не понравилось, что там всегда темно. Блин, я настолько привыкла просыпаться и солнце за окном, потому что я вот даже дома не закрываю жалюзи, потому что я люблю просыпаться, как говорится, ну, можно сказать, по солнцу, да. А там просто всегда, всегда темно. Я вот даже один раз или даже несколько раз просыпалась, я всегда самая первая просыпалась. И просто я уже лежу, лежу Думаю, я уже устала спать Сколько там времени А я все думаю, что темно и темно Значит, рано еще А время было уже 10, представляете А я все сплю, сплю и сплю Думаю, блин, время уже 10, надо вставать Всегда темно, на улице пасмурно Постоянно, я не знаю Я помню, раньше жила как-то Было больше солнца, что ли Или как, я не помню А там ни одного дня за неделю Не было солнца И вот выходишь, все серое Еще снега не было Но это опять не зависит не от того, что это там Москва или еще что-то Это просто погодные явления Ты поедешь на север, там зимой и летом Снег лежит И вот я просто более Склоняюсь к тому, что солнце Пальмы, зелена А там просто едешь И все везде серое Поля серые, деревья серые Земля серая Небо серое и все серое Как сестра моя дворожная сказала Говорит, конечно, говорит Здесь все люди депрессивны Потому что здесь все серое Вот, так что вот Больше я склоняюсь к солнцу Встанешь утром У тебя солнышко светит И все Прям заряд энергии И прет И все такое Там, что там дальше Жара дома Да, вы знаете Я думала, что я теплолюбивый человек Я думала, что я люблю жарко Когда дома Нет Я так не люблю Мне больше подходит Как у меня дома То есть На улице 18 Дома 18 На улице 17 Дома тоже 17 Как бы, да Вот я сегодня утром проснулась У нас дома было 17 градусов На улице, правда, было 13 И мне комфортно было Спать Вставать И вот более даже жить Потому что вот там И вообще-то, мне кажется Это просто выброс денег Сейчас объясню Дома жарко, да Жара Топят Вот Ты не можешь подрегулировать температуру Ну, только открытием окон Опять Открываешь окна Это просто Если бы ты могла подрегулировать Значит, ты и платила бы меньше Правильно А так Ты платишь деньги И они улетают в форточку Ну, платишь деньги за отопление И эти деньги улетают в форточку Опять открыть нельзя было окна Маленький ребенок Дети дома И опять же Откроешь окна И вот результат на лицо Болезнь Продувание И все такое Оденешься на улицу Стоишь Вся уже течешь Вообще Все течет Я просто одевалась И бегом-бегом на улицу Чтобы вот не потеть Выходишь на улицу Там тебя обдувает ледяной ветер Опять заболеваешь Вот Ну, как Днем дома ходишь Прям вот жарко Все течет Все потеет Ну, конечно, если бы я жила одна Может быть, ходила бы в трусах Но опять Зачем такая жара Вот Если бы можно было бы делать Вот как-то Регулировать температуру Чтобы не было такой сильно жары То, может быть, было бы комфортно Но Хотя спала в носках Почему? Потому что я просто не укрывалась одеялом А ноги у меня всегда мерзлячие Вот И надевала носки И вот никогда не укрывалась И вот не знаю В общем, это жара дома Надо Ну, как-то вообще А за отопление платят Не копейки какие-то там А прям нормально, да Мы бы за такие То есть у нас Вот у меня здесь Есть выбор Либо ты включила батарею Такую вот Электрическую, да Сейчас много разных есть И что мало живет Электричества Каких только нет И платишь за него Либо не включаешь И надеваешь Просто пижамку теплую То есть у нас выбор Там же нет такого выбора Там либо жара Либо жара Опять Можешь открывать окна Ну Это просто выброс денег В форточку, да Потому что Ну, я так думаю Вот И вот эти вот перепады Выходишь на улицу Как бы Не так было холодно Почти каждый день была Плюсовая температура Плюс 1-2 градуса Но все равно Вот этот ветер Ледяной сырость Вот это вот Выходишь все равно Потная В общем Нет Лучше как у нас Везде одинаковая температура Что там еще? А Много вкусной еды Да Это тоже плохо Хотя Вкусная она для меня Потому что Я как говорю Сестру спрашиваю Это плохо Он говорю Хочу это Она это не натуральная То какашка То какашка Мне казалось Все вкусное Тортики Это очень плохо Потому что Я хотела Каждый день Я Но я держалась Я очень сдерживалась И почти Почти Не покупала Никакие тортики Ну что их покупать Вот допустим С крещения Был огромный торт Мы его ели Ой Столько всего Всяких вкусняшек Конечно Цены офигенные Да Но Столько всего Это скорее всего Знаете Ностальгия какая-то Здесь тоже Все есть Вкусное Потому что Вот говорю Сестра приезжает Они тут Говорят Все вкусное Молоко Вкусное Колбаса Вкуснее Все вкуснее А нам просто Как бы Знаете Как вот Что-то Как запретный плод Да Вот как будто И все Хочешь 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 И тут все Тоже есть Просто Ну в общем Да Вкусная еда Всякие Салатики Там майонезные Все это такое Но я Это не ела Это тоже Не есть Хорошо Еще пробки Блин Как они меня Задолбали Жила я В ближайшем Подмосковье Там ехать до Москвы 10 минут Но я ездила По полтора часа И причем Это не просто Утреннее время Я как-то ездила И чуть ближе К обеду Также Полтора часа Ехала И вот Едешь И едешь По этим пробкам Машины все Настолько грязные Что в окошко Не посмотришь Потому что Оно просто В грязи Все Его там Не протрешь Ничего Поэтому Едешь Вот И все Едешь И едешь И едешь И эти пробки Задолбали Они везде Я как гляну Везде Пробки Блин Это пипец Какой-то До метро Пока доберешься Это Это будет Что-то Вот Ну Плохо Тоже мне Ну не то что Плохо Жалко Что не было Снега Был всего Один день Снега Прям такой Настоящая Зима Сказочная Если вы Смотрели Мое видео Вы видели Как я там Радовалась Как дитя Мы как раз Подруги Была у нее Там рядом с домом Парк большой Снег А так вообще Не было Снега Это очень жалко Я вообще Я Почему всегда Зимой езжу Потому что Я люблю Снег Погоду Знаете Чтобы померзнуть По русски А что туда летом ехать Летом Такая же жара Такое же все Как и здесь Только здесь море А там что А там где искупаешься Нет Поэтому я всегда Всегда езжу зимой Чтобы вот именно Насладиться зимой Ну в этот раз Не особо Насладилась Но все таки Вот Что еще это плохого Ну что люди Знаете Люди Вот вообще Как знаете Что мне показалось Они ходят все Как вот в метро Где тут Как знаете Мне показался Сериал такой Вот про зомби Да И вот они все Идут Такие вот Отрешенные Сами себе Вот никуда не смотрят Ни на кого не смотрят Вот такие вот идут Вот взгляд пустой И вот так как-то Сами с собой идут Все люди Такие вот Даже кассиры У нас вот зайдешь Как бы Кассир тебе Привет скажет Там Улыбнется Какой бы устал Он ни был Там к концу рабочего дня Начало рабочего дня Здесь как-то Всегда Кто-то заходит Всегда сразу улыбаются И говорят привет Да Все здороваются Там даже кассиры какие-то Они наверное так и ждут Кого баблаить Мне даже страшно С ними Было Может быть Вы мне будете писать В комментариях Что там Я не знаю что Но вот это мои наблюдения Я вот так вот Что вот Мне именно Вот Разительно было Да Разница такая Вот что здесь люди И там люди Там как-то идут Сами с собой В метро Все в марках Баленсиага Луи Бьютон Вот Все едут В кроссовки Там не кроссовки Там куртки Не куртки И вот Сами по себе Да Сами по себе Ни на кого не обращая Внимания Ни с кем не разговаривая Все такие вот Зомби Прям зомби Прям вот Честное слово Вот Только знаете На Красной площади Люди уже более приветливые Потому что там Одни туристы Японцы Корейцы Там вообще Вот там они Идут Вот с такими глазами По пять копеек Улыбаются Там смотрят О нифига себе Вот там да Другая атмосфера Какая-то А вот если в метро Спускаешься То все Кобздец Там вообще даже Никто не улыбается Там вообще Как-то все Все вот так Все уныло Все грустно Все 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 вот так Ну больше минусов нет Даже не минусы Это просто мои наблюдения Как бы минус Какой минус Нет минус Мы настолько разные страны Что как можно сказать Минус Нет Никакие не минусы Вот Это скорее всего Что мне так Ну Не знаю так Что мне понравилось Больше всего Это то Что там интернет Очень дешевый И довольно таки хороший Потому что вот я Я брату сказала Чтобы он мне купил карточку С много-много интернетом Ну у нас вот да Много У нас как-то Безлимитного интернета Особо-то вроде как Никто и не пользуется Да А там везде Безлимитный интернет Вот я заплатила 300 рублей И пользовалась Целую неделю У меня Брат сказал Что мне даже на 2 недели Я загружала видео Постоянно снимала stories Постоянно сидела в интернете Вот в той же маршруте Когда я ехала Полтора часа в пробке Я там сидела в интернете С наушниками Вот И интернет Да Конечно Но он еще и раньше Даже был Когда я в тот раз приезжала Тоже был лучше интернет Чем вот у нас Дешевле и лучше И вот так вот Что еще Что все открыто В любое время Ночи, дня Там я не знаю Когда хотите Все открыто У нас такого нет То у нас Все по расписанию Если большие магазины То да Они без обеда А если маленькие Или какие-то там Парикмахерские Или что-то У нас сиеста С двух до пяти А то или до польши Шестого у нас сиеста А там все открыто Когда бы ты не пришел Все везде открыто Вот это плюс Вот это бы мне Знаете Когда я сюда только приехала Мне этого не хватало Потому что Я там могла опомниться В одиннадцать ночи Там пойти за хлебом А все Поздняк метаться Все везде закрыто А там пошел Даже не подумавши Там открыто Не открыто Кроме Ко-моему алкоголя Который не продается С одиннадцати Ну у меня Мне это не грозит Потому что Вы наверное знаете Что я не пью Хотя нет Я выпила пару бокалов Шампанского В России Вот Ну да В честь В честь крещения Почему бы и не выпить Что там еще Ну что с родственником Повидалось Это естественно Это даже не обсуждается Для В принципе С этой целью Я туда и ехала Вот Чтобы с моей Анечкой Да Что еще плохо Плохо расставания Я так скучаю По своей племяннице Что по всем племянникам И что прям вот Да Была бы волшебная палочка Я бы ей вот так И на пару часиков Смоталась бы Понянчиться Да Вот А больше такого Вот особого различия Что там Такой жирный Минус Там у меня такого нету Все везде Хорошо там Где нас нет Скажем так Поэтому Ну вы знаете Я Сто процентов Уверена Даже на все Двести Триста Пятьсот Жить я в Россию Не хочу Конечно Не говори Ну Все мы под богом Непонятно Че и как Но В Россию Я бы уже Не то что не смогла В Москве По крайней мере Ходят Тут интернет Разные Предлагают Вот Услышали Наверное Меня Что я их хаяла Интернет У них Да дорогущий Вообще И Так О чем это я была Речь то вела Уже и не помню Потому что Про жизнь Там Мне даже Знаете Иногда Сон снился Что я Типа Как-то Вот Пытаюсь Вернуться Домой То есть сюда И у меня не получается И И мне И мне так Прям У меня О, это холодный Мне все таки кажется Что в Испании Жить проще Ну А в том смысле Проще Что я сейчас Замужем У меня хоть какой-то есть Да Копора Там Да Вот что-то Конечно Если ты приехал Там непонятно Куда Это вот Как я приеду Сейчас в Москву У меня там Не будет Ни работы Там все Очень дорого Работы Как бы Ну Небольшие Сравнительно Да Если ты пойдешь Там Куда-то Ну Не знаю Для начала Куда я могу Пойти работать Да По образованию Мне будет Очень тяжело И мне уже Не шешнадцать Вот Поэтому я даже Не представляю Вот эта квартира Квартира Снимать квартиру Нет 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 Даже Даже в страшном сне Как бы Жить я там Не хочу Я вот домой Домой Все это Начинать С нуля Все Вот это Вот Вот это Вот Нет Я лучше Мне для меня Здесь даже Проще Найти работу Как-то Я не знаю Все получше Чем Мне кажется Там настолько Все тяжело Вот это Вот Одной Если есть У тебя кто-то Там Опора Когда ты можешь На кого-то положиться То может быть А если одна То мне кажется Это вообще Трандец Пипец Вот Конечно Я восемнадцать Когда поехал Мне море по колено И у меня все Удалось Сейчас бы я уже Подумала Сто пятьдесят раз Куда-то ехать Вот И жить В России Я Пятьсот процентов Не хочу В Москве А уж Если в Тамбове То и тем более Потому что Я там Такой городок Маленький Что я там Просто Задохнусь Задохнусь Там вообще нет Это не мое Так что Вот так Пишите комментарии Может быть У вас тоже Какие-то там Минусы есть В Испании Или минусы В России Или вам что-то Кажется Не ахти Тут или там Ваше мнение Какое А мое мнение Вот такое Вот Если что Вспомню Еще Расскажу Но пока Я даже записала Там себе Вчера ночью Чтоб все было Чики-пики Ладно Сейчас доработаю У меня там Машинка стирается И пойдем домой Мне что-то надо купить Но я не помню Что С утра Вентраган Ураган А сейчас Жаря Жаря Жаряное солнце Больших городов Все-таки Заеду В Алькампу Не помню Что надо Но по сути Разберемся Я хурму хочу Уже который день Хурму хочу Что-то ее В Меркадоне Не было совершенно Может быть В Алькампу Там фруктов побольше В Алькампу сходила Кое-что купила Офигеть, да? Кое-что Рассказать что? Сейчас расскажу В общем купила Смотрите Тесто Никогда не покупала Здесь тесто Вот купила Здесь два шара Оно стоит Евро 99 Хочу чебуреки сделать Я вчера нашла У себя Кто-то звонит Так Что? На чем мы остановились? А Обнаружила у себя Фарш Хочу сделать Чебуреки Сделаю чебуреки Я вообще тесто Говорю ни разу Не покупала Здесь Я вообще думала Его не существует Ну конечно существует Если пойти Где хлеб делают В общем купила Посмотрим Так что А Сделать чай Когда были у сестры Двоюродной У меня кстати Родной только брат А все остальные Двоюродные Но как бы Разница только в названии Потому что все они Мне родные И она нам сделала чай Знаете Вот именно С какой-то С каким-то ягодами Я уже не помню Вот И чай добавила Он такой вкусный был Я его сейчас увидела Здесь видите Разные-разные Ягоды В общем Сделаю чай себе Вот такой Еще вот Купила вот такой Банан Вишня Очень тоже Мне понравился Вот Значит Это стоит Евро 89 Здесь Здесь немного Здесь совсем Чуть-чуть 300 грамм Ну 300 грамм И так уж и чуть-чуть Вот И чай 2,49 И чай дороже Стоит Чем Вот это Вот Сделаю чай Потом Ополаскиватель для белья Боже Это такой выбор Сложный Выбрать Ополаскиватель для белья Чтобы он пах Как тебе нравится Я вообще обожаю Зеленые яблоко Но почему-то их нету Зеленым яблоком В общем Этот стоит у нас 3,29 Не дешевый В общем Есть намного дешевле Но решил Видите Голос совсем садится Ну ничего Я вам договорю Диски ватные Купила Они дешевые 79 евро Ой 79 копеек Зажигалку Свечи Зажигать А то мне нечем У нас дома Не курят А есть газ И вот Мы мучаемся Постоянно Чем бы его зажечь Ну они какие-то Знаете Они так быстро Заканчиваются Что какой-то Кобздец Пыталась Посмотреть Сколько там газа Никогда не увидела В общем Он стоит у нас 2,84 Купила яблок Прям много Купила Яблок здесь 1,350 Вот на 2,41 Мешочки покупала Очень удобно Смотрите Сколько Этих Вот я за ними Ездила За Ну вы поняли Да Они что-то Стоили недорого 1,19 Кг Вот здесь Почти 2,00 Вот Так И садится У меня 73 копейки Вот это вот В туалет Я всегда беру С хлоркой Почему-то мне нравится Так Сметана Значит у нас Тут по списку Идет Это Это сметана Кисленькая Такая вот Знаете Она так и называется Ната Агрия И она у нас Стоит Евро 36 Прям мне она нравится Знаете С ощами Мням Вот такие вот На десерт взяла Даноны Это йогурт Типа того С карамелью И с фундуком Никогда не пробовал Попробую Оно у нас стоит 99 центов Две штуки Вот евро Можно сказать Маргарина А маргарин Вот этот Евро 89 Такая большая Баклажка И греческий йогурт Ну вместо сметаны Там Салатики Добавлять Он у нас Стоит 75 центов И все Пошла я батарейку Здесь Так Готовить я сегодня Ничего не буду Всего дофига Вот Поэтому буду доедать И Пока буду кушать Заряжу вас А то Вы садитесь Смотрите Сколько посуды Как будто Неделю не мыли Пипец какой-то Я сделала Чебуреки В общем У меня Одного шарика Теста Хватило Как раз На 4 чебурека Но они такие Прям чебуреки Чебуреки Я их вот так В пакет положила Потому что Я люблю Не люблю Свеже Испеченные Чебуреки Я люблю Такие Чтобы они были Мягкие Такие Знаете Вот прям Ну Как вот В поезде Когда едешь И бабушки Торгуют Этими чебуреками Я не знаю Все там Плюются Или еще что-то Но все Их едят И вот Мне они Больше всего Нравились Что там Они были Может быть Из туалетной бумаги Или еще из чего-то Я сделала Из мяса Добавила много Лука В общем И завтра Как раз видите 4 1, 2, 3, 4 Вот мягкие Тесто Не знаю как Но Оно зашло В 2 раза выше Стало В общем Завтра попробую Вам скажу Ну на вид Так ничего Вроде бы Знаете Вот такие вот У них пакетик положила Чтобы они там Подышали Сейчас налью себе Чаю с медом Я прям вот так Вот отковыриваю Кусок меда И Ну кусок Такой может быть Не подумайте там И вот так вот Его с чаем Рассасываю Прям для горлышка У меня вообще зашибись Я сегодня так классно Позанималась Вот так прям вообще Знаете Мышцы мои Ничего не забыли Все вспомнили Единственное Что вот горло Опять к вечеру садится Хотя я пыталась Не говорить Ну Но вот так вот Вот такие вот дела Так что на завтра У меня Будут чебуреки И может быть Салат какой-нибудь Настругаю Вот Может Может Закрюю Едь Ты вьян с маньяна кумэ? Нет Понятно Значит нет Когда говорят Не знаю Значит нет Вот Пускай чебуреки Там еще есть Это вот Мясо по-французски Есть В общем Еды опять До хера У меня Готовлю каждый день И потом Думаешь На день поешь А оказывается Это еда На 2-3 дня Вот так Вот так Вот такие едокимы Я не знаю Откуда прет Сладкое Люблю сладкое Сегодня съела После обеда Выпила чая Три конфетки Сожрала И 4 мармеладины Ну как так Ну как так можно Ну как так можно Знаете Как можно И очень было Даже вкусно Я уже сижу Говорю Скорее бы их раздарить Иначе я сама Всю сожру Вот так Вот такие вот дела Завтра уже пятница Развратница На воскресенье У меня такие планы Вообще Грандиозные Так что не забудьте Подписаться И На колокольчик нажать Чтобы приходило Уведомление Потому что у меня Прям так красиво Все получается Ну вот Будьте на связи Всего вам самого лучшего И встретимся С вами завтра Всем пока-пока